Время новостей на телеканале Хабар 24. В студии работает Галина Гаджукой о главных событиях к этому часу. Более 40 тысяч казахстанских абитуриентов сегодня повторно сдают единое национальное и комплексное тестирование. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки. Сдают экзамены уже на платной основе тех, кто не смог принять участие в первый раз, не набрал проходной балл, либо чьи результаты были аннулированы. Добавлю, что повторные тесты в 40 казахстанских вузах продлятся до 19 августа. Результаты абитуриентам предоставляются сразу в день сдачи. Также они будут опубликованы на официальном сайте Национального центра тестирования. Все выпускники одной из школ Талдыкургана поступили на образовательные гранты в вузы с первого раза. Этот лицей стал единственным учебным заведением в Алматинской области, добившимся такого стопроцентного результата. Со счастливыми обладателями грантов пообщался наш корреспондент Адильхан Сахари. Выпускники лицея имени Мухтара Арына пришли в школу проститься со своими учителями. Совсем скоро они разъедутся по стране. Кто в Астану, кто в Алматы, кто в Караганду. Впереди их ждет студенческая жизнь. Алиби Хазиев на НТ набрал 112 баллов и поступил на грант. В своих знаниях юноша не сомневался, ведь он один из лучших выпускников страны. На Республиканской предметной олимпиаде по биологии занял второе место. Свою будущую профессию Алиби уже выбрал. Хочет стать ученым-микробиологом. Биология – это профессия будущего. Все связано с генетикой, столовые клетки, раковые клетки. Еще, если понять секрет этого или изучать, то можно понять секреты долгой жизни. Хочу изобрести эликсир молодости, чтобы сейчас люди жили долго, было меньше заболеваний. Обладателями грантов стали все 27 выпускников школы. Большинство выбрали технические вузы. Их лицей стал единственным учебным заведением в области, добившимся такого стопроцентного результата. Ребята говорят, что своими успехами обязаны своим учителям. А еще они очень рады, что в этом году было выделено дополнительно 20 тысяч грантов. 11 тысяч из них на технические специальности. Я считаю, что это отличная возможность для тех детей, которые не могли бы поступить в другие годы. Эти ребята, которые стали обладателями этих грантов, будут хорошо учиться и станут хорошими специалистами. Стопроцентное поступление на гранты в вузы – не единственное достижение школы. Алтенбельга подтвердили все пять претендентов. Еще восемь ребят получили аттестаты особого образца. Кроме того, на республиканских предметных олимпиадах учащиеся лицея завоевали восемь медалей. И в очередной раз были признаны лучшей олимпийской командой региона. Очень большое внимание уделяем полиязычу. Это физика, химия, информатика, биология на английском языке. Два года у нас была как апробация. В этом году мы уже получили сертификаты. И учителя работают по внедрению в полиязыче с восьмого класса. В новом учебном году коллектив школы надеется как минимум повторить успехи минувшего. И для этого имеются все предпосылки. Адильхан Сахарикона, Штургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. Специалисты 78 предприятий Западно-Казахстанской области участвуют в подготовке технических кадров по системе дуального образования. Сотрудничество между работодателями и учебными заведениями с каждым годом укрепляется, так как уже есть положительные результаты такой совместной подготовки кадров. Сейчас по этой системе в 26 колледжах региона обучается 1657 студентов. Первые 137 выпускников, окончивших учебный курс по программе практикоориентированного образования в прошлом году трудоустроены. В частности, 15 выпускников Западно-Казахстанского индустриального колледжа и Казахстанского инженерно-технологического университета работают на Уральском трансформаторном заводе. Это сварщики и операторы токарных станков. Во время учебы они проходили там практику, затем были приняты на постоянную работу. На секционном заседании августовской конференции работников образования педагоги и руководители предприятий обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Наши социальные партнеры – это крупные предприятия области города Уральска и крестьянское хозяйство. Они представляют возможность, представляют свою производственную базу, оснащают и создают специальные производственные цеха для обучения, для производственной практики наших студентов. Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия является долгожданным событием, которое обеспечит безопасность, стабильность, а также баланс вооружения на море. Такое мнение высказал член Латвийской парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном, бывший министр внутренних дел этой Балтийской республики Янас Адамсенс. По идее, такие конвенции можно принимать и нужно принимать по всем морям, особенно внутренним морям, относительно внутренним морям, чтобы снизить градус военного накаливания, военного противостояния. Если бы это было разработано и по Балтийскому морю, я бы только радовался бы, потому что градус накаливания намного-намного снизился бы. И приняв эту конвенцию по Каспийскому морю, выигрыши остали все. Для Каспийского моря это однозначно судьбоносное событие, но если смотреть на это с Балтийских берегов, то надо иметь в виду возможный вариант транспортировки грузов из Европы на Индию, на Иран, то есть альтернативный маршрут к Индийскому океану. И в этом плане это соглашение открывает зеленую улицу этому маршруту, потому что когда есть договоренность на высшем уровне, когда понятны условия игры для инвесторов, и для возможных участников этих маршрутов, все деловые отношения облегчаются. И я думаю, что для Европы в целом этот рынок большой, емкий и интересный. И в этой связи, конечно, нужно думать, как говорится, не старыми догмами, а искать новые решения. В октябре на 49-летнюю женщину упала автобусная остановка. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пациентки перелом позвоночника. Выбраться из подрухнувшей конструкции ей помогли прохожие. Сильный ветер буквально опрокинул сооружение на ничего не подозревающую женщину с детьми. Двое сыновей получили ушибы. Еще одна жительница и ее двое детей успели увернуться от удара и отделались царапинами. После ЧП злополучный павильон убрали. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, остановку установили временно. На этом участке ведутся дорожные работы. У меня помогли, я уже не могла встать. И дальше я не помню. Я узнала, если она была, я не могу держать. По поводу остановки, сейчас мы выясняем обстоятельства своего падения. Подрядчик компания Global Assistance, которая занимается обустройством территории всей сжигающей. Значит, обстоятельства еще выясняются и дополнительно вам сообщим. Стали известны подробности теракта у Вестминстерского дворца в Лондоне. Напомню, водитель на легковом автомобиле наехал на велосипедистов и пешеходов. Сообщается, что подозреваемый по этому делу задержан, однако он отказался отвечать на вопросы полицейских. В британской столице усилены меры безопасности. С подробностями Женя Уразымбетова. Три человека пострадали в результате теракта у Вестминстерского дворца в Лондоне. Об этом сообщили представители полиции. По их данным, задержан 29-летний молодой человек. Более подробная информация о его личности пока не разглашается. Комитет британского правительства по чрезвычайным ситуациям КОБРА проведет совещание для обсуждения хода следствия. Я сейчас не могу разглашать все подробности случившегося. Однако с уверенностью подчеркиваю, департамент по борьбе с терроризмом полиции Лондона уже начал свою работу. Представители правопорядка выясняют причины, побудившие злоумышленника совершить теракт. По информации работников чрезвычайных служб, двое из пострадавших получили легкие ранения. Третий находится в тяжелом состоянии. Сегодня и в ближайшие дни жители и гости Лондона увидят большое количество полицейских на улицах города. На данный момент лучшим вариантом остается сохранять спокойствие. Но в случае, если вы заметите какую-то подозрительную активность, сразу же свяжитесь с компетентными органами. В результате инцидента станция метро Вестминстер временно закрыта. Маршруты проезда к парламенту соответственно изменены. Как сообщает в Скотланд-Ярде, это сделано в целях безопасности. Женя Уразимбетова, Галымжан Хараманулы, Хабар-24, Великобритания. За последний месяц Грузия оказалась в плену череды стихийных бедствий. Наводнение, камнепад, шторм, град. В результате проливных дождей в разных регионах Грузии повреждены дороги, мосты. Пострадали около 250 семей. В стране начали подсчитывать ущерб, нанесенный стихией. По предварительным данным, сумма превысит 7 миллионов долларов. Центральные и периферийные улицы в прибрежных городах Батумии и Кобулете затоплены водой. Передвижение возможно лишь в плавь или на лодке. Машины до окон покрыты водой. Затоплены первые этажи домов, подвалы и магазины. По предварительным данным, здесь пострадали свыше сотни семей. В магазин зашла вода, и мы буквально тонем. Что будет с нами, не знаем. Никто к нам не приходил. Я сама убираю всё это с помощью веника, и мне помогают соседские ребята. Из-за интенсивности осадков дренажные системы не справляются. Шители региона называют главной причиной затопления загрязнённую дождевую канализацию. Мы делаем всё для того, чтобы максимально ликвидировать последствия, возникшие в результате стихии. Все службы работают для того, чтобы зафиксировать ущерб. Соответствующие службы предоставили информацию о том, что водосточная канализационная системы работают исправно, но выпало большое количество осадков. Приехали отдыхать на море. Сутки идёт дождь, не успел загореть. Пробка огромная, километра три, наверное. Хотел проехать, не получилось. Стою, жду. А так, в целом, надеюсь, что коммунальные службы справятся. Впоследствии проливных дождей колоссальный ущерб нанесён прибрежному городку Анаклия. Уже третий сутки от внешнего мира оторваны 13 семей одного из местных поселений. Затоплены десятки домов, посевы и домашний скот. А в регионе Кахети 20-минутный град уничтожил виноградники. Всё уничтожено и сравнялось с землёй. Мы и так еле сводили концы с концами. Град массивно продолжался 3-4 минуты, побиты виноградники. В высокогорьях сошёл оплодень. Пострадал и регион Душетти. В результате ливня сильный поток воды вырвался на берега и затопил дворы местных жителей. Селевые массы попали в дома. Спасатели эвакуируют жителей. Во всех уголках страны, которые стали жертвами стихии, ведутся очистительно-спасательные работы. Ну а погода с осадками, согласно прогнозам синоптиков, сохранится и на ближайшей неделе. Татья Джанибегашвили, Шалва Сурамелашвили, Хабар-24, Грузия. На севере Нигерии свирепствует холера. С начала года от опасного заболевания скончались почти 30 человек. В два раза больше заражены. Такие данные сообщают местные СМИ. Всего вспышка опасного заболевания зафиксирована в 17 штатах. На борьбу с ней выделено почти 90 тысяч долларов. Местные власти призывают жителей принимать меры, чтобы обезопасить себя. В том числе пить только очищенную воду и регулярно мыть руки с мылом. Отмечу весной. Всемирная организация здравоохранения провела вакцинацию против холеры в Замбии, Малави, Уганде, Южном Судане и Нигерии. Власти Китая подали иск во Всемирную торговую организацию против Соединенных Штатов. Об этом сообщили представители Министерства коммерции КНР. По приведенным данным, причиной этого решения стали введенные ранее пошлины в размере 37% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей. Китайская сторона настаивает на разбирательстве, так как ограничительные меры, по их мнению, негативно сказываются на авторитете организации. Нарушают не только соответствующие соглашения ВТО по обеспечению гарантийных мер, но и нарушают законные права и интересы Китая. Напомню, ранее США ввели целый ряд пошлин в отношении импортируемых из Поднебесной товаров на общую сумму около 75 млрд долларов. В Казахстане растет количество депозитов в национальной валюте. Об этом рассказали в Национальном банке страны. По данным финрегулятора, на 8,2% за полгода выросли вклады в тенге. На сегодня они составляют 9,9 трлн. Уровень долларизации депозитов снизился до 44,5%. При этом розничные вклады казахстанцев на сегодня занимают более половины депозитного портфеля отечественных банков. За последний год они выросли на 7,5%, составив 8,5 трлн тенге. Объем депозитов физических лиц нарастили 19 из 32 казахстанских банков. Между тем, тенге сегодня подорожал. На утренних торгах казахстанской фондовой биржи средневзвешенный курс нацвалюты составил 362 тенге и 18 тен за доллар. Отмечу, что накануне дневная сессия закрылась курсом в 363 тенге. Объем торгов достиг 45,3 млн долларов. В Казахстане разработали свою версию Сири, голосового помощника в современных гаджетах иностранного производства. И называется она Айбота. Пока программа общается только на русском языке. Но по заверениям разработчиков, совсем скоро Айбота заговорит и на казахском. Это один из проектов программы Method Pro, ежегодные летние стажировки, на которые в течение двух месяцев юные программисты имеют возможность получить профессиональное обучение от лучших специалистов индустрии. Сегодня прошла презентация лучших проектов. Монетизация этих проектов в этом году, а там было более 30 проектов представлено, составила более 8 млн тенге. То есть мы сейчас не будем озвучивать конкретно, кто сколько заработал. Потому что это не наша основная цель. Фонд первого президента на самом деле заточен для того, чтобы мы могли поддержать и дать возможность ребятам реализовать свой внутренний потенциал. Для того, чтобы они, как говорится, не зря этим делом стараются, занимаются. Больше ста новых сельхозкооперативов, созданных в Актюбинской области с начала года. Сейчас в регионе насчитывается 198 таких объединений. В их состав вошли порядка 5000 частных подворий и 100 фермерских хозяйств. Крестьянам помогают приобрести племенной скот, оборудование для откормочных площадок и убойных пунктов. 174 кооператива занимаются переработкой молока и мяса. Еще 16 – выращиванием овощей. Кроме того, в регионе действует 8 кооперативов по развитию нетрадиционных видов сельского хозяйства, которые занимаются пчеловодством, разведением перепелов, выращиванием бобовых культур, а также малины в промышленных объемах. На сегодня они произвели 37 тонн продукции. На развитие сельхозкооперации в этом году выделены инвестсубсидии в размере 110 миллионов тенге. Из них на приобретение оборудования для молокоприемных пунктов 21 миллион тенге, на обводнение пастбищ 24 миллиона тенге и на приобретение новой сельскохозяйственной техники 63 миллиона тенге. Из-за отсутствия собственного здания десятки тысяч уникальных экспонатов Женокурганского районного историко-краеведческого музея пылятся в необорудованных помещениях и коридорах. Здесь нет надлежащих хранилищ, поэтому многие экспонаты стали негодными для показа. Зданию 114 лет. Его не раз подтапливало. К тому же в нем долгие годы не производился капитальный ремонт. А с 2005 года музей с еще одним госучреждением делит половину древнего строения. Продолжит Алибек Башуленов. В фонде этого районного историко-краеведческого музея хранятся около 10 тысяч уникальных предметов старины. Но взору посетителей выставлено всего 747 экспонатов. Больше не позволяет площадь. Из-за нехватки помещений в музее нарушены все правила хранения ценных коллекций. Экспонаты фонда, как правило, должны храниться раздельно друг от друга в зависимости от материала. К примеру, бумажные документы отдельно, так же, как и ковры, металлические и деревянные изделия. По требованию в каждом зале должна быть отдельная температура воздуха, но у нас таких условий нет. На протяжении 13 лет музей делит половину здания бывшей школы, построенной еще в 1904 году с еще одним госучреждением. Нам земля выделена. Участок 80 на 40 метров. Документы я готовил сам. Передал их в областное управление культуры, дальше в управление строительства. Проект был внедрен в инвестиционный план развития. До сих пор ждем решения вопроса. В областном профильном управлении уверяют, ждать сотрудникам музея осталось не так долго. Жанокурганский музей приобретет новое здание. Он вместе с историко-краеведческим музеем Аральского района включен в список планируемых строительств объектов здравоохранения, культуры и спорта. Работа ведется. В течение ближайших двух лет будет разработана проекта «Сметная документация». Жанокурганский историко-краеведческий музей был открыт в мае 1992 года по инициативе режиссера-драматурга Амира Мажитова. Олибек Байшулянов, Альхайдар Турлыханов, Казалардинская область, Хабар, 24. В Карганде подвели итоги областного конкурса «Мири-ли-от-басэ». В нем принимали участие более 70 семей со всего региона. Жюри в первую очередь оценивало нравственные ценности конкурсантов. Так определилась тройка лидеров. Семья Нургалиевых, у которой почетное третье место, готовится отметить бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной жизни. На втором месте – Чита Ауэзовых и Сатпаева. Пара вырастила 10 детей. Ну а первое место заняла семья Илембаевых из Каркар-Линского района, где воспитывают 19 детей. Победители представят Карагандинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в сентябре в Астане. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. И следующие выпуски новостей продолжит моя коллега Альфия Хайдарова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин